Магазины стройматериалов и товаров для сада возобновили свою работу. Реализуемые в них товары особенно востребованы в летний период. В каждом магазине должны быть соблюдены стандарты, предупреждающие распространение коронавирусной инфекции. Готовность к работе в новых условиях проверила заместитель главы администрации. Подробности в репортаже моих коллег. Первым из проверяемых объектов стал магазин строительных материалов «Тагетстрой». Заместитель главы администрации Елена Ситракова и директор комитета развития инвестиций, предпринимательства и потребительского рынка Дарья Воронцова знакомятся с документацией. В период пандемии в организации должны быть изданы дополнительные приказы, регламентирующие работу. На полу в торговых залах наносится разметка для соблюдения социальной дистанции. На входе в магазин покупатели встречают стюарды и напоминают о масочном режиме, проверяют температуру. В интернете должна вестись онлайн-трансляция, происходящего в торговых залах. А еще 10% сотрудников должны пройти тестирование на COVID-19. Практически все перечисленные стандарты в проверяемом магазине соблюдены. Но есть и небольшие замечания. Договор на тестирование сотрудников заключен. Но по факту еще на сегодняшний день 10% от общего числа сотрудников еще не протестировано. Мы указали это в замечании. Администратор нам сказал, что это замечание будет устранено в самое короткое время. В магазине «Технопарк» продукция специфическая. Не на каждый день. Покупателей, да и торгового персонала здесь немного. Как утверждает руководитель, он сам заинтересован в здоровье сотрудников. Заболеет один, подхватить могут и остальные. А значит, и работать будет некому. В интернете ведется онлайн-трансляция происходящего в магазине. Дезинфицирующие средства в наличии. И единственное, что вызвало вопросы у проверяющих – разметка на полу торгового зала. Разметка на полу тоже также имеется для соблюдения социальной дистанции. Единственное, что ее не так много. Но на это нам персонал магазина откомментировал, что покупателей в данном центре не так много. И сосредоточенность в основном – это указы. Поэтому именно у кассы сделана разметка с расстояния полтора метра. Более замечаний нет. Торгово-розничный комплекс «Скнига-Флор» занимает большую площадь. Здесь есть и арендуемые помещения. Большинство требований к организации торговли выполнены. Но не все необходимые документы оказались в наличии. Мы не увидели приказа о назначении ответственных лиц, которые должны следить за соблюдением требований стандарта. Мы не увидели приказа о том, что должны быть соблюдены требования по тестированию сотрудников. Мы не увидели уведомления, которые должны быть направлены в органы местного самоуправления и в Министерство сельского хозяйства. Все недочеты руководители торгово-розничного комплекса обещали устранить в ближайшие сутки. Они отнеслись к проверке сотрудниками администрации с пониманием. Такой контроль не только обязывает, но и помогает в работе. Мы понимаем, что местная администрация переживает за нас и старается всеми силами помочь в нашей работе. Потому что они ближе к верхушке, у них больше информации. Мы не всегда успеваем читать необходимую информацию и выполнять какие-то моменты, нюансы. Поэтому от них это помощь обязательно. Проверки объектов торговли сотрудниками администрации в ближайшее время будут продолжены.